Мать работает, получает тысячу рублей. Я не слушаю посидеть дома, помогаю. То же самое ремонт, посещаясь, займутся, дома сделаю. То же самое, хлеба купить или работать, зарабатывать в домности. Я должен находиться на содержании у матери, получать тысячу рублей. Из которых она должна сидеть. Я покупаю лекарства, дом, плачу, коммунальные. Питаться сама, что-то должна. Уважаемый прокурор, господин Макрон, господин Сапсан. Я здоровый увольственник, который стены был убить должен. Сижу как разбойник, какой-то грабитель, убийца, кто ее, как вы мне считаете. Я сижу в тюрьме, которая мне говорит, моя мать, прошу прощения за выражение, работает не погодая рукой. Она работает тысячу рублей в месяц. Она должна еще и меня в тюрьме содержать. Она знает, что я не могу, я не могу. Но вот так, зафарим, мы пофтим на реприке. أließ, мастер. Продолжение следует... 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 чтобы вынести решение, то, что бы вам предоставил гражданин прокурор, что бы мы можем угрожать свидетелем, то, поверьте мне, мы не заинтересованы в этом. Угрожать кому бы то ни было. Вот эти четыре риска, которые у нас есть, убежать мы не заинтересованы. То есть ни один из этих рисков, они не подпадают под категорию нас. Мы заинтересованы именно в справедливом решении. Если сорок тысяч рублей вам хватает вынести, то, чтобы лишить человека свободы, то я не понимаю, что он может быть. Господин прокурор, который даже не знает, сколько у нас был потерпевших, так называемый потерпевших, но при этом считает нужным требовать утверждения решения продления ареста. Ну, и, как уже сказали мои коллеги, за 43 секунды успевают просто сказать какие-то шаблонные аргументы, ничем их не мотивируя, ни конфликтами, ни табактами. И если в очередной раз судебная инстанция пресловутых чашек весов ФИМИДы вынесет решение в пользу страны обвинения, то получается, что выйти из этого зала свободно удаешься только демократам, членам демократической партии, как в уме, по деньгам у похотника, либо там наркоторговцам, те, кто продают наркотики, только они, получается, могут из-за этого предмазала выходить свободными. А люди, которые просто имеют свою гражданскую позицию, и которые хотят уже свободно выражать, они будут находиться под домашним арестом и так далее. Только из-за того, что похотник боится честной борьбы, и он использует судебную инстанцию для того, чтобы заточить Петренко, его соратников по домашнему аресту, они, наверное, на вечный день избрания президента на протест. Ну, в таком случае, пользуясь тем, что здесь находятся представители дипломатических миссий, аккандидованные в Молдове, и гражданские активисты, очень часто в гражданском обществе, в том числе на встрече с дипломатическими миссиями, говорится о необходимости создания в Молдове так называемого деструкционного списка. Судей и прокуроров, которые принимали решения, которые являлись незаконными, страна понесла огромные бюджетные потери из-за их решения судов. Люди страдали. Ну, получается, что у общества, у тех людей, которые хотят в этой стране перемены, в том числе хорошие перемены к лучшему из системы юстиции, да, честные прокуроры, неподкупные, которые будут ушать на зарплату и будут сажать воров, а не освобождать их, которые будут честные судьи, которые будут действительно выносить справедливые решения, а не освобождать Шуара под домашний арест, а в тот же день выносить решения по женщине Генгалтику, и в период, конкретно ваше решение, которые выносили в прошлом году. Я говорю о том, насколько дискредитирован у нас суд, что прокуроры уже могут не выносить, не предлагать вообще никаких фактических аргументов, да, потому что судебная инстанция захвачена, потому что здесь руководит Плешко, который наверняка он дает какие-то там указивки, да, а он родственники и там большой друг Плохотнюка. То есть уже можно просто превращать судебную инстанцию в церкви. И меня это возмущает, когда в десятый раз прокурор приходит, даже не знаю, сколько вели потерпевших, говорит те же самые аргументы, причем совершенно шаблонно, просто он мог бы попъять на свидетелей. Как вам это может быть? Может быть, мы с кем-то знакомые свидетели? Может быть, вообще никаких аргументов. Как такая аргументация может быть в суде? Не превращайте правосудие в цирк. И так уже общество настолько настрадалось, уже настолько дискредитировано судебной инстанцией прокуратуры, вот уже просто, просто беда будет застнула из-за правосудия у нас. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...